Валерий Седов Проездной в муниципальном транспорте Проездной в муниципальном транспорте Проездной в муниципальном транспорте подписал соглашение с АО «Национальная система платежных карт МИР». Наш регион далеко не первый, кто такую карту вводит. Однако по функционалу говорят «Рязань в лидерах». Например, в других городах банков партнеров не больше трех. В Рязани уже подписано соглашение с пятью. Вот эти наши карты заработы, они тоже остаются в ходу, потому что, например, пожилому населению очень сложно и так будут с опаской идти, пенсию положить, потом ее взять. Очень проблематично тоже в плане технической грамотности. Будут в ходу как-то забота скидочная. И я уверен, что пойдут за карты единые, потому что там все социальные льготы прописаны уже автоматически будут. Ну я вообще про транспортные не говорю. Уже на старте подписано соглашение с двадцатью партнерами со всей области. Они и предоставляют скидки и льготы обладателям карт. Среди прочего, например, туристические, спортивные, культурные объекты, юридические услуги. За счет внедрения единой цифровой карты жителя существенно расширится объем предоставляемых услуг и именно в части добавления годных категорий граждан по всей Рязанской области. Сейчас проект «Карта Умка» реализован. Уже порядка семи лет реализуется в городе Рязани. И когда наложится на этот проект еще единая цифровая карта жителя, то добавится именно у нас порядка сорока перевозчиков по области, подключится к системе в первую очередь, кто перевозит льгот на категории граждан, ну и в дальнейшем остальные перевозчики. Один из мифов развеяли при презентации карты. Касался он банального вопроса. Каждый рязанец такую карточку получить обязан. Нет, выдается она с согласия человека. И после его заявления. Дополнительные документы носить никуда не надо. Вся информация о льготах вносится на карту автоматически. Прием заявлений стартует уже сегодня в одном из банков-партнеров. Под Рязанью появится специализированный центр «Протос». Его задача – производство беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков. По его словам, основными будут два направления – средства производства и сервоприводы для беспилотников. Плюс на базе сформируют полную цепочку – от запроса и проектирования до производства и вывода на рынок. Центр будет действовать на базе аэродрома Протасова, который в последнее время использовали для нужд авиалесоохраны. Центр будет работать с опорой на аэрокосмическую долину. Больше половины резидентов должны уже разрабатывать проекты, связанные с беспилотниками, средства производства и комплектующие. Павел Малков добавил, что большую роль в развитии отрасли беспилотников играет межрегиональное сотрудничество, которое правительство расширило. Уже договорились о сотрудничестве с Москвой, Башкортостаном, Новгородской и Самарской областями. Чересчатый дуб Пожалостина не стал российским деревом года. Напомним, статус памятника живой природы дубу у дома Пожалостина был присвоен в 2019 году. Его примерный возраст около 120 лет, высота – 21 метр, а диаметр ствола – 110 сантиметров. В этом году за него проголосовало всего полторы тысячи человек. Для сравнения, победитель старейшина Чувашских дубов получил голосов практически в 15 раз больше. Итак, главным деревом страны 372-летний дуб Чувашской республики стал второе место у панского дуба из Белогородчины. Третий – елагиноостровский хранитель из Санкт-Петербурга. Для статистики в нынешнем голосовании дуб Пожалостина занял 23 место. В Рыбновском районе сотрудники полиции задержали наркокурьера, перевозившего партию героина и метадона в цветочных горках. Злоумышленник рассчитывал распространить в Рязани через закладки 250 свертков. И такой сюрприз в каждом из двух горшочков. В первом, в большой упаковке, 150 маленьких свертков. В другом – поменьше. Всего сотня. О содержимом этих свертков рассказали уже эксперты. Внутри – героин и метадон. Вычислили такого натуралиста сотрудники регионального ОНК. В Рыбновском районе полицейские при содействии коллег из госавтоинспекции остановили иномарку, в которой находился 40-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, житель города Москвы. Мужчина утверждал, что никаких запрещенных к обороту веществ не перевозит. Однако оперативники, тщательно обследуя салон, проверили содержимое двух цветочных горшков. И в грунте обнаружили шарообразные упаковки. Водитель ранее был судим. Статья народная – за незаконный оборот наркотиков. Теперь вот снова, говорит, поехал не по той дорожке. По указанию кураторов развозил запрещенный товар как по Московской области, так и по Рязани. Что с данным наркотиками должны были сделать? Разложить. Где? В Рязани. Одну из таких закладок полицейские с улиц города изъяли. Теперь ее хозяин отправлен под стражу. Следователи отдела МВД России по Рыбновскому району возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В Рязанской области прошел чемпионат России по биатлону «Мастерс». Со 2 по 6 августа на биатлонном комплексе «Алмаз» на лыжероллерах соревновались более 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Амурской, Саратовской, Новосибирской и других областей. Для Рязанской области соревнования стартовали с медалей. В спринте нашему Алексею Сидорову удалось завоевать серебро в своей возрастной группе. Алексей оставил на родной земле еще две медали в последующих забегах. Он завоевал золото в масс-старте на 10 километров и бронзу в смешанной эстафете в составе команды «Татарстан-Рязань». Гонка на лыжероллерах значительно отличается от классической биатлонной. Дело в технике бега, в скорости и стрельбе. На лыжероллерах, конечно, видно, техники чуть отличаются. И так тоже первым окажется на огневом рубеже, друзья. Сейчас все внимание будет туда, режиссеры трансляции уже готовятся. И видно, что первая часть участников этой гонки прибывает на огневом рубеже. Надо сказать, что погода к чемпионату России «Мастерс» внесла свои коррективы. Раскаленный асфальт и знойный воздух, палящее солнце и полный штиль значительно добавили нагрузки спортсменам. 27 градусов и прекрасное парящее солнце вносит свои корректировки в те планы, которые спортсмены могли себе сегодня предполагать, их планировать. Но спорт тем и прекрасен, что его нельзя просчитать на все 100%. И всегда приходится менять свои тактики и стратегии. Посмотрим, что из этого сегодня получится, друзья. Погода, как я и говорил, бросает вызов каждому спортсмену, кто сегодня выходит на трассу. Чемпионат «Мастерс» – соревнования для тех биатлонистов, возраст которых вызывают уважение в спортивном мире. Возрастных категорий несколько, самым старшим – более 65 лет. Среди участников немало именитых спортсменов традиционно вышел на трассу и Виктор Майгуров, президент Федерации биатлона России. Здесь участвуют две возрастные категории среди мужчин, и среди них и будут распределяться первые, вторые и третьи места соответственно. Биатлонный комплекс под Рязанью давно стал местом организации крупных турниров. Чемпионаты «Мастерс» традиционно проходят уже не первый год. Зимняя лыжная трасса и летняя лыжероллерная позволяют проводить спортивные мероприятия всероссийского и даже международного уровня. Мастарт 8 километров. Девушки. Возрастная группа 35-44. Первое место. Юнязева Елена, Москва. Громкие продолжительные аплодисменты. Фееричной с точки зрения забитых мячей получилась встреча между футбольными клубами «Рязань» и «Коломна». Наши парни формально были хозяевами и, как того требовали обстоятельства, буквально камня на камне не оставили от оборонительных редутов соперника. Номинальными хозяевами на Коломенском стадионе труд были рязанцы. И по традиции они начали с места в карьер. И уже на четвертой минуте Данил Шаталов слева ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний. Спустя всего пять минут Егор Аксенов в одиночку прошел практически полполя и как на блюдечке выкатил мяч Максиму Галиеву. А на двенадцатой минуте образцовую атаку завершил Дмитрий Калабухов. 3-0. Запахло разгромом. На первых минутах пропущенный гол, потом еще два, в пятнадцатой минуте мы проигрывали 3-0. Естественно, уже фактически игра команды Рязань была сделана. То, что мы пропустили таких быстрых три гола, да, это наши ошибки, которые нужно разбирать. Соперник воспользовался ими, сыграл индивидуально очень хорошо и довели до реализации голов. От такого ушата холодной воды коломенские футболисты отошли не сразу. И даже могли получить четвертый, мяч попал в штангу, а за ним и пятый. Промах был из убойной позиции. И все же надо отдать им должное. Рук, как, впрочем, и ног коломенцы не опустили. И на 35-й минуте все-таки размочили счет. Артем Калатыгин завершил быструю атаку партнеров. Впрочем, уже в следующей атаке рязанцы восстановили разницу. После дриблинга Максима Галиева свободным на углу вратарской оказался Никита Жустьев. 4-1 к перерыву. Небольшой спад произошел. Соперник подровнял немножко игру. Реализовал свой момент. Тут же мы быстренько статус-кво все привели. Ну и в дальнейшем, я думаю, что уже все команды поняли исход матча. И, по сути, второй тайм превратился в такое подобие двухсторонки. Как бы там ни было, но во втором тайме команды действительно темп снизили. У номинальных гостей запомнилась лишь очная дуэль в штрафной Рязани Артема Калатыгина и Максима Тимофеева. Победителем в ней оказался голкипер. А на 66-й минуте вышедший на замену Георгий Журавлев хлестким ударом довел разницу в счете совсем до неприличной. Единственное, что смогли гости, сделать ее чуточку меньше. На исходе матча Артем Шостак установил окончательный счет. 5-2. 11 забитых мячей в трех матчах. Так результативно Рязань еще не стартовала. Теперь подопечные Михаила Швецова на третьей строчке в таблице. Следующий матч гостевой в Пензе с местным Зенитом. Необычайная авторская кукла Блайз набирает все большую популярность, причем не только у коллекционеров. Ее основная особенность непропорционально большая по отношению к телу голова. Несмотря на то, что куклу делают на основе пластикового макета, работа над ней требует художественного таланта от мастера, с которым мы пообщались. В таких вот милых принцесс Ася Шамова, можно сказать, вдыхает жизнь уже 5 лет. Они действительно выглядят, будто шагнувшие прямиком из сказки. А начиналось все в 2018-м с обучающих видео. Потом было несколько онлайн-курсов. Мастер рассказывает, что сегодня в ее работе нет предела совершенству. Именно поэтому девушка всегда в поиске новых идей. По словам Аси, каждое изделие создается как минимум полторы недели и требует усердия, а также большого мастерства. Процесс довольно длительный. Несколько дней именно выпиливается форма лица, потому что то, что есть на панельке, это только наметки, чтобы обозначить пропорции лица. Ни ноздрюшек, ни формы губ, фактически ничего у куклы нет. Мне все это нужно создать самой. Сделать ее или улыбающейся, или с открытым ротиком, или грустную. Ася одевает кукол в наряды, изготовленные мастерами по пошиву кукольной одежды. У каждой Блайз свой образ. Нежный, загадочный или дерзкий и ультрамодный. Каждый художник, когда делает своих кукол, они как-то его отражают. У кого-то куклы очень мягкие, нежные, спокойные. Кто-то, наоборот, любит какие-то очень яркие, кричащие оттенки, темные тона. Плюс выражение мордашек у каждого автора очень разное. И когда человек работает долго, то его работа уже видно. Главная изюминка куклы Блайз в том, что у нее четыре пары глаз с возможностью переключения. Сделать это можно с помощью специального механизма. Он расположен на затылке изделия и представляет собой шнурок с кольцом на конце. Так кукла Блайз всегда разная со своей палитрой настроений. Как, наверное, и любая из ее хозяек. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова